Важную функцию выполняет товарищ Медведев. Когда он орёт весь мир в труху, сейчас мы применяем ядерное оружие, это хорошо. На самом деле, переводить на русский язык означает, ну, как бы, для разных слоёв. Ну, что такое мастерство политика? Когда ты приносишь одну фразу, и она на каждую группу оказывает своё различное воздействие. Но нужно найти. Вот эта фраза Медведева для вот этой вот разжигающей войну западной системы означает, «Путина не трогайте, потому что если с ним что-то, не дай бог, случится, то, блин, ядерную войну начнётся с нанесения ядерного удара по Луну». Не трогайте Путина, вы имеете в виду вероятность попытки организовать покушение? Конечно. Ну, вы же помните, как у нас много раз сообщалось в прежние времена о подготовке покушения на президента России. Там в Азербайджанске власти кого-то отловили, в связи с этим. Сколько было разговоров про то, что он термос отдельный носит, чтобы пить из него? Ну, это разумно, это правильно. Это правильно. Это необходимо, условно. Вот, скажем, профессиональное заболевание левых лидеров Латинской Америки – это онкология. При этом понятно, что онкология вызывается в том числе внешним вещами. Скажем, если вы всю жизнь работали в условиях низкой радиации, то у вас вероятность онкологии повышается. Аналогично, если вас один раз облучили с сверхмощным радиоактивным импульсом, то у вас тоже повышается вероятность онкологии. При том, что вас один раз облучили в доле секунды, когда вы проходили по коридору, например, и все, у вас никаких, вы никак это не ощутите. Так что, к сожалению... Закаляемся малыми дозами радиации. Нет, 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 не надо так шутить, потому что малые дозы радиации, они воздействуют на организм строго индивидуально, и у кого-то, да, действительно, организм укрепляется от этого, но все-таки в большинстве случаев, насколько я понимаю, из имеющейся статистики организм разрушается. Как положено. Поэтому угроза существенна, она есть, но спасает то, что западные аналитики не понимают, как устроен мир. Потому что они являются жертвами либерального образования в большей степени, чем мы. У нас, грубо говоря, еще есть люди, которые помнят, как мир устроен, понимают, как он изменился. На Западе это невозможно. И здесь та же самая проблема, что при программировании искусственного интеллекта. Ведь при обучении искусственного интеллекта самое главное – это гипотеза, которая в него закладывается. Если заложить в искусственный интеллект гипотезу о том, что черные – это не люди, он будет конченым расистом. И вы с этим ничего не сделаете. Если заложить гипотезу о том, что белый, так сказать, мужчина нормальная сексуальная ориентация – это не люди, он будет нормальным ЛГБТ-активистом. ЛГБТ, напоминаю, запрещенную в России идеологию и организацию. И когда... У нас же сейчас произошло умирание науки классической реальности. Наука умерла. Потому что буржуазия стала реакционным классом, и наука была оружием буржуазии. И глобальная буржуазия тоже стала реакционным классом, остались вновь, и это прекрасно. И наука мгновенно умерла. Потому что глобальным буржуазией стало не нужно познавать мир. И теперь, когда и нужно познавать мир, чтобы разжечь определенные костюры, выясняется, что объяснить, как это сделать, им некому. Что ученые умерли. У нас в этом отношении перед ними все еще сохраняется преимущество, у нас нет потребности в том, чтобы что-то знать. Вот искусственный интеллект, который будет программироваться и обучаться на основе данных, выразившейся науке, на основе того, что, как бы, ну, в общем, все официальные... Ну, можно посмотреть... В принципе, фейковая информация. Да, на основе фейковой информации, которая считается базовой научной теорией. Это отдельный фактор угрозы существования человечества. Английские террористы на этом фоне просто дети. Но пока рулят английские террористы. Мы видим, что кое-что у них, судя по всему, получается. На Северной потоке, я уже читаю огромные простыни у вполне уважаемых человек, людей, о том, как страшно украинцев взорвают Северные потоки. Ребята. И какой-то там ЦРУшник ими руководил. Ребята. Если вы... Так, докажите в двух словах, что это англичане. Это единственная страна, которая сочетает стратегическую культуру с очень высоким уважением и поддержанием на очень высоком уровне школы диверсионно-террористической работы. То есть это единственная страна, которая имеет головы, которая понимает, как точечными воздействиями менять большие процессы, и имеет руки, которые это делают. Потому что когда мы видим, как работают американские спецслужбы, ну, понимаете, это даже не смешно. Там последний информатор Боинга застрелился. Ну, знаете, с вами сразу использовался Юрий Долгорукий, потому что выстрел был сделан с расстояния двух метров. У человека рука выдвинулась телескопически на два метра, он застрелился, после чего рука вернулась на место. Официальная версия, мы сомневаться не будем. Рассказывают официально. И весь западный мир говорит, да, как жалко, такой хороший человек застрелился. Как же сволочи довели его до самоубийства. Убийство Березовского, сравните с этим. Сравните с этим убийство Березовского, который тихо, мирно повесился. Не с первой попытки, но повесился. Ребра у него поломались при падении тела. Все, что положено. Маленькая деталь, как это самое. Человек, который должен удостоверять причину смерти, а это в Англии редкая специальность, где доход человека определяется его репутацией. Сказал коронер, как называется. Сказал, не-не, ребят, я не буду про это писать ничего. Про причину смерти. Умер Денис, ну и хрен с ним. Умер Максим, ну и хрен с ним. Просто сравните. Поэтому, если где-то мы имеем диверсию, которая имеет стратегическое значение, и из этой диверсии нет никаких признаков английского следа, ну, что называется, ребята, копайте глубже. У нас в мире одна такая школа. На Ближнем Востоке есть еще израильтяне. Но израильтяне, а, не заморачиваются. Они совершенно спокойно грохают иранских физиков и некоторых иранских политиков. И вообще не это самое. И, во-вторых, я просто напоминаю, что, да, конечно, иранские спецслужбы вынуждены поддерживать Нетаньяху, потому что иначе придут в классе совершенно ифрики. И поэтому они вынуждены участвовать в разжигании военного конфликта. Но они прекрасно понимают, что продолжение этой политики, перерастание этой политики в стратегию приведет к стиранию Израиля с этой земли. Не в силу каких-то там военных действий, а в силу утраты моральных оснований для существования. Когда там какой-то шведский политик сказал, что никто на Западе не имеет права ставить под сомнение право Израиля на геноцид, он потом сказал, что он оговорился и очень быстро исправился. Но после газа, говорите, после как бы алгоритма лаванда, говорить о, так сказать, вспоминаниях Гитлера как-то уже немножко непристойно. А там они сделали искусственный интеллект, который определял бы в качестве цели членов Хамаса. А там детей и женщин не определял бы. Но поскольку искусственный интеллект тренировался людьми соответствующими образом ориентированными, то этот искусственный интеллект определял в качестве цели любого мусульманина, жившего в Газе. Детей и женщин всех стали. А потом сейчас Израиль извиняется. Это когда было? Это вот только что было. Представьте себе, Нюрминский трибунал встает такой Гиммлер и говорит, «Ребят, ну правда он отравился на самом деле, у него не было на... Ну хорошо, встает Геринг и говорит, «Слушайте, ребят, знаете, на самом деле все обвинители правы. Но мы извиняемся. Мы ошиблись. Ну вы что, мы пошли домой? Вы нас отпускаете?» «Конечно мы вас отпускаем», говорит Нюрминский трибунал. «Вы же извините». Вопросов больше нет. Я вчера был на некотором обсуждении искусственного интеллекта. И там встает такая тихая женщина, когда вот у искусственного интеллекта есть же проблема, вот ситуация с Лавандой это дело показывает. «Да-да», — говорит специалист, «Конечно есть. Как он запрограммируется, так он и будет работать». Но это классика, еще у Лема описана, когда ученый, ученого был был в комнате, заграбожденный глобусами старыми, и он сказал роботу выкинуть все глобусы. Он сказал выкинуть все хорообразные предметы. Ну и попутно робот оторвал голову этого ученого и тоже ее выкинул, потому что тот же хорообразный предмет, который находился в комнате.